Массовый спрос на знания. 6,5 тысяч участников форума «Россия и страна возможностей» второй день впитывают информацию. Общаются с экспертами в различных областях. От энергетики до средств массовой коммуникации. Дискутируют и предлагают свои идеи. В Москве находятся и молодые предприниматели, волонтеры, студенты из Чувашии. Любой человек, который встретит нас, может посмотреть на наши кирпичики, так мы их называем. И по ним можно посмотреть, сколько лет ты уже находишься в движении российских студенческих отрядов. У нас просто есть такая фраза, что если ты в бойцовке, то ты свой. Ты видишь кого-то в бойцовке, ты подходишь, его обнимаешь, и потом уже здороваетесь, знакомитесь, спрашиваясь какого-то региона. Бойцовки, целинки, названия в регионах разные, суть одна – активные, трудолюбивые студенты. И как и полагается, только после объятий Екатерина из Чувашии узнала, что познакомилась с бойцами студотряда из Великого Новгорода. На площадке – эффективные стартапы, где с людьми, у кого хоть раз в голове появлялась мысль начать свой бизнес, вели диалог эксперты. С примерами реальных фирм, реальных бизнес-решений и практическими советами. Мечту нужно воплощать быстро, так как на сегодняшний день темп жизни достаточно быстрый, и если не стремиться к достижению цели, то можно остаться на нулевой точке. Есть идея «Защищай и воплощай». Победы в проектах открывают дополнительные возможности, даже для школьников. Например, проект «Мой первый бизнес». Конкурс бизнес-проектов старшеклассников. И тут двери социального лифта открылись для Дарьи Баскаковой, 11-классницы из Чебоксар. Я получила грант, и если я пишу ЕГЭ на минимальный балл, порог прохожу. Если я его прохожу, я успешно поступаю в районе Плеханова. И такая практика не единственная в своем роде. Сегодня огромные усилия делает Росмолодежь для того, чтобы изменить инфраструктуру. Программа «Ты предприниматель» растет. Миннек очень сильно изменился в подходе к молодежному предпринимательству. Создана огромная инфраструктура, которая поддерживает технологическое предпринимательство. Это и российская венчинная компания, и фри, и каждый вуз сегодня имеет в КПА создание неких технологических центров. Добрая часть участников форума – волонтеры. Здесь они объединяются и на площадках обсуждают, какие еще социальные проекты нужны России и регионам. К этой теме особое внимание, потому что 2018 год объявлен годом добровольца. Каждый пятый молодой человек в Чувашии является волонтером. Что для нас, нам кажется, что очень хороший показатель, но, безусловно, есть к чему стремиться. Наша с вами задача – сделать так, чтобы волонтерство стало неотъемлемой частью жизни каждого гражданина нашей страны. Стоит отметить, что в Чувашии в прошлом году действовала программа набора волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Сейчас готовят добровольцев для проекта WorldSkills. Взрастили и волонтеры для форума «Россия – страна возможностей». Татьяна Дмитриева была волонтером в Сочи, теперь в Москве. У меня группа из четырех стран – это Южная Осетия, Луганск, Донецк и Абхазия. Я просто координирую их, хожу с ними везде – по музеям, по театрам, по программам, куда пойти, что поесть, где встречаемся. Все это остается, все вопросы за мной. Особенность форума – что здесь каждый участник составляет себе индивидуальный план и выбирает, что посетить из всего многообразия образовательных площадок. А их сегодня параллельно работало 35. Перенять опыт у других регионов приехал и министр образования Чувашской республики. Во-первых, посмотреть, какой опыт имеет регион Российской Федерации по продвижению проектов, связанных с добровольчеством, волонтерским направлением. Здесь находятся представители наших муниципалитетов, те, которые курируют направление государственной молодежной политики. Здесь находятся специалисты по делам молодежи. Это Маргаушский район, Алатрский район. Завтра лекции, мастер-классы, панельные дискуссии продолжатся. Участники обсудят перспективы и планы развития проектов платформы «Россия – страна возможностей». Напомню, их 14. И здесь собрались участники-победители. Всего более 6,5 тысяч человек из разных регионов России. Ирина Волкова, Андрей Шоклев из Москвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова